Всем привет! Сегодня у нас выходной день, суббота, и пользуясь случаем, пока я не дома, правда, но знаю, что мне надо снимать много-много видео, и я не успеваю никак дома снять, пользуясь случаем, хотела бы рассказать вам об одном интересном сервисе для детей в интернете, который я нашла совершенно случайно, точнее даже он сам меня нашел. Сайт называется iqsha.ru, мне написали его создатели, но не поэтому я решила снять видео, а потому что действительно это очень интересный сайт для детей. Там предоставлены различные задания для детей вообще разных возрастов. Я точно не помню, со скольки, но по-моему, там с года все начинается. Не обратила на это внимания, потому что у меня-то не совсем маленькие дети, а 5 и 7 лет. В общем, задания там есть соразмерно возрастом. Да, 4, правильно, 4 и 7. Мы тут в деревенской одежде, не обращайте внимания. Вот, и что? И задания там такие интересные, то есть там есть и на счет для 7 лет, допустим, и на счет задания, и там от 1 до 20, и на логику какую-то. В общем, задания совсем различные. Так, там даже есть английский, что мне тоже понравилось. Причем задания мы смотрели, по-моему, для младшего, то есть для 4 или для 5 лет. Там уже есть английский. Можно ребенку изучать английский. Причем ребенок может сам самостоятельно заниматься с этим сайтом. Я первый раз, когда старшему своему этот сайт показала, но они сразу вместе прибежали, конечно же. Хорошо, пусть бежит. Они вместе с того разу селись, стали делать задания. Им обоим было очень интересно. Там бесплатно дается 10 заданий на каждый день. Можно делать их бесплатно. И когда закончились эти 10 заданий, они у меня, мама, давай еще, мама, дай нам еще заданий, как маме никак не сделать. Но, в общем, они просили, им это понравилось. Самое интересное, что те задания, которые были на 7 лет, в некоторых заданиях у меня, наоборот, младший как бы понимал больше, чем старший. То есть я смотрю, там, допустим, были такие задания, что выберите числа, которые идут от 4 до 7. Ну, не от 4, там, наверное, может быть, от 2 до 7. То есть там нужно выбрать те числа, которые идут 3, 4, 5, 6. И у меня почему-то младший это соображает лучше, чем старший, на самом деле. Я не знаю, может быть, у них по-разному мозги устроены. Один там, допустим, у меня математик, другой гуманитарист. В общем, ладно, насчет этого. Самое удобное то, что все обучения там у них располагаются только на этом сайте. То есть никаких внешних ссылок на переход куда-то на другие материалы нигде не расположено. Допустим, там какое-то видео, оно прямо на этом сайте есть. Потом какое-то задание, оно прямо здесь же открывается. Новых окон никаких не открывается, все в одном окошечке. Видео вы смотрите, говорят, там оценивают ребенка. Все в одном окошечке. Можно заводить несколько аккаунтов на этом сайте, что очень удобно. Также есть там аккаунт для родителей, для детей, все такое. В общем, интересный сайт. Я вам расположу ссылочку на него внизу. И еще я сняла видео о том, как мои дети с ним занимаются. Правда, они... Я не знаю, конечно, детям, в принципе, это интересно. Но если, допустим, первые дни это интересно, а потом через какое-то время, мне кажется, если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался постоянно в форме такой игры, он будет, я думаю, заниматься. Но через какое-то время, все-таки, мне кажется, это может поднадоесть. И там уже нужно все равно будет контролировать ребенка взрослому. Или же постоянно менять задания, чтобы они все время были разные. Это, кстати, тоже можно делать. Еще там можно распечатать различные, как называется, раскраски. Смотрите, там какая-то машина едет. Раскраски, еще какие-то там задания для родителей, что они распечатают, и ребенок с этим будет заниматься. В общем, очень интересный сайт, и я вам его рекомендую. Мы тоже будем иногда им пользоваться, я думаю. Правда, каждый день сложновато заставлять, но иногда, я думаю, они у меня будут заниматься по этому сайту. И причем, когда они начнут заниматься, то их уже не оторвать. Сначала один занимается, потом второй занимается, потом снова первый. Мы, конечно, стараемся ограничивать время взаимодействия с компьютером, но в данном случае лучше, пусть они занимаются с этим сайтом, чем играют в какие-то компьютерные игры. Очень прикольно. Мне понравилось, в общем-то, и этот сайт все-таки развивает как-то ребенка. То есть я вот сейчас думаю, зачем, блин, мы ходили на подготовку к школе в садике, потому что можно было то же самое делать на этом сайте со всеми цифрами, числами, сложением и вычитанием. И было бы не чуть не хуже, было бы, наверное, даже все гораздо лучше, чем сейчас. Вот. И это было бы, главное, дешевле. И видео сейчас ставлю еще здесь, то, как у меня дети занимаются с этим сайтом. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам интересно было это видео. Пока-пока. До новых встреч. Ваша любовь. Разветощий тайм. Класс. Класс. Какое число нужно поставить вместо вопросительного знака, чтобы в сумме для учитель получился... От перестановки слагаемых, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Да, Тёма? Это два. Да. Что 18 плюс 2, что 2 плюс 18 одинаково получается. Великолепно, поздравляет. Ты посмотри, что там поменялось-то. Она повернулась? Великолепно, поздравляет.